Друзья, а перед просмотром видео хочу вам настоятельно порекомендовать для тех, кто хочет и мечтает стать водителем грамотную автошколу города Харькова с интересными занятиями и квалифицированными преподавателями в корпорацию автошкол. Давайте я вам немножечко расскажу. Поехали! Корпорация автошкол гарантирует вам успешное обучение и сделает из вас высококачественного водителя. Автошкола обучает на все категории от мотоциклов, мопедов, легковых автомобилей до автобусов и фур с прицепами. Имеет 12 классов по всему городу Харьков и Украине. Автопарк учебных машин различных модификаций. Также у вас есть возможность онлайн обучения с любой точки мира. Для этого нужен лишь ноутбук, интернет. Занятия проходят по их фирменным учебникам. Максимальное качество в обучении как теории, так и вождение. Более 10 тысяч довольных выпускников благодарят данную автошколу за такие знания, которые они получили. Также есть группы выходного дня, каждую субботу и воскресенье. 100% коммуникация с преподавателем, инструктором, удобный график и профессионализм. Индивидуальные занятия. Онлайн уроки в режиме реального времени через Zoom. Также они записываются, если не получилось присутствовать на занятиях. Можно посмотреть в записи или повторить пройденный материал. При поступлении в данную автошколу вы получите 10% скидки по промокоду ВАДОСХАРЬКОВ. Здравствуйте. Как я вас всех рад видеть. Неужели? А за что вас остановили? Добрый день. А они где в этот момент были? Они что, сейчас уже постанову выписывают? Мы общаемся. Вы общаетесь? Проверяем, боитесь. А род взят справы? Мы пока только просто дали. Вам только второй день дали, уже начинается делаем контент. Мы расстраиваемся с родителями. Там нет такого общайся. Там надо сразу, если род взят справы, значит род взят справы. Вы сами понимаете. А вы будете рассматривать? Я еще пока ничего не рассматриваю. Пока же там будет. Просто вы втроем так его окружили? Думаю, сейчас будете вытаскивать с машины. Нет, я вытаскивать не говорю. А что окружили? Ну, то что не окружался. Все стоим здесь в одном месте, общаемся с водителем. Смотрите, ситуация бывает разная. Нужно понимать конкретику вашего нарушения. Для того, чтобы вас привлечь к ответственности, нужно пройти какую-то определенную процедуру. Нужно посмотреть, видеодоказы есть у них? Видеодоказы у вас? Видеодоказы у вас? Человек отпускает. Значит, это, получается, незаконная остановка была? Почему незаконная? Было нарушение у вас? Как вас величат? Как вас величат? Как? Катерина. Меня Вадим зовут. Да, я знаю. Я не помню. Смотрите, Катерина, я вам просто объясняю. Во время войны мы придерживались все, как бы... У нас другая была цель. У вас и у нас. Нам нужно сделать одно дело. Но так как у нас уже ваша начальница, Лена Олеговна Стрижак, дала вказивку писать всем постановы, естественно, мы тоже в стороне не останемся. И все активисты, и все блогеры, и все адвокаты, которые до войны были. Во время войны мы, как бы, ну, занимались чуть-чуть другими делами. Вы знаете, чем я занимаюсь, чем вы занимаетесь. Так вот, я считаю, если вам уже дали эти полномочия о том, что вы можете привлекать водителя к ответственности, то должна же и быть не нарушена сама процедура. Правильно? То бишь, вы его остановили и говорите, я его отпускаю. Но это как? Это вот как это понимают? Смотрите, вы могли сделать так. Вы провели роззят справы, и на основании 247-й, 1-й, закрыть справу и витку с этой. Вот это было бы правильно. А просто так вы провели, ага, нет ни 130-х. Нарушения есть у него? Да, ладно. Ну, это такое более... Главное, что 130-х нет. Потому что был бы 130-й, я говорю, не... Вы знаете, не подписывался. Если человек отпускает по малозначности следов, то дело не распадывается. Вы услышали, что я сказал? Ему объясняется суть его нарушения, и на этом все как бы... Я человеку как бы объяснил, Дарьян, что он понял, в чем его нарушение. Но он же попросил же меня помочь. Он еще не понял. Он, по-моему, ничего не просил. Вы просили? Нет, я с ним вот общался. Он, да. Так никто же не просил, что ты говоришь. Что ты это просил? Понять. Я пытался понять. Я на самом деле... Действительно я не понял сути. Это вот знак, и я там не видел, честно. Там знак 5.16 висит. Вы за знак 5.16 его? Да, да. Там где-то момент были. Ну подождите, что у вас, вот когда у вас вы уже справились, вы уже все пойдете? Мы сейчас бы торопим, все человек может быть с ним. Это вы торопитесь, просто вам захотелось, или вы просто, ну реально как бы... Вы хотите всегда красивой ситуации, не выходите, как знаете кто. В смысле как? Я вам хочу объяснить, что вы не правы, а вы говорите мы правы. Вы будете правы тогда, когда вы начнете ростить справы. Мы же боремся не за то, что отмазать человека, мы боремся, чтобы было у вас все правильно и у нас все правильно. Это моя правда, я считаю, что я прав. Если вы правы, вы должны его привлечь. Мы не начнем росте справиться. Все, до свидания, Катерина. Да не за что, просто объясняю. Сейчас уже дали разрешение выписывать постановление. У нас есть группа надзор Харьков в Телеграме. Это наша группа по городу Харьков и области. Туда присоединяйтесь, я сейчас еще в Телеграме это все озвучу. Поэтому, чтобы вас привлечь, нужно доказать, что вы нарушены. Никогда не нужно соглашаться тем, что они вам втирают. Понимаете? Удачи. Группа в Телеграме, надзор Харьков, а также YouTube канал Водос Харьков. Все, спасибо. Удачи. Друзья, ну вот первые ролики уже начинаются появляться, потому что патрульные полицейские начинают уже привлекать водителя к административной ответственности. Поэтому, чтобы такого не происходило, вам нужно в первую очередь подписаться на мой канал. Во вторую очередь, вам нужно добавиться в нашу группу Идти по ссылочке и добавиться в нашу Телеграм-группу Надзор Харькова. Обязательно не пропустите ни одного видоса. А чтобы его не пропустить, вам нужно подписаться на мой канал. Повторяюсь. И запомните. Всегда фиксируйте ваше общение на видео. Нет у нас закона, который запрещал бы фиксировать подходные подписицы. Все. Всем удачи.